всем доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы продолжаем изучать мишли притчи да все и так значит всем видно всем слышно кто уже у нас собрал за альман зальман шалом шалом все значит собираемся собираемся сегодня у нас 64 милка мирям сарте с доброго утра а давайте пока все собираются напишите кто где находится в какой стране в каком городе может еще и там общаться будем какие-то сделаем клубы религиозные да потому что яков шатадин вот он из иерусалима и он в иерусалиме очень хочет сделать центр ваикра такой викторка мясорук из тель-авива например да лилия берман откуда лилия берман интересно то есть давайте напишем откуда мы до чтобы в иерусалим яковштадин иерусалим что можно сделать такие как вместе учиться от мы с этаном например видите вот это да и мы с ним каждое утро до еще до урока мы с ним учимся изучаем разные полезные ну тору мы учим тору но мы разные сейчас учили это не интересные вещи миссила те шарим трактат броход израиля фула лилия берман из афулы запорожье украина аштилон я уже переехала виктор комиссару приехал в аштилон польша магда манула у нас есть по одесса франкфурт класс вообще одесса франкфурт все значит а мы продолжаем изучать чтобы не терять время продолжаем изучать 10 глава 9 отрывок 9 отрывок значит здесь нам царь соломон нам говорит такую вещь то есть мы восьмой отрывок я напомню чтобы она была зацеплена до восьмой отрывок был что тот у кого хахам лев у кого сердце уже прямо она прокачана торой так он и как митсвот он будет брать митсвот вот так вот и но тот кто ивель сфатаем и лабет тот кто ивель тот кто сомневающийся да то его же на автомате его же уста его способ мышления и способ его разговора он его споткнет да то есть это очень важно что чека есть вот эти вот есть внутренние где он принимает решения где он принимает решение в основном он на стороне добра зла вот именно насколько у него он включен в контакт с богом и насколько он находится в материальном таком да в пространстве теперь значит и у него есть внешняя внешняя это его способ мышления это самое это как бы вот ближе всего к решению находится способ мысли то как человек размышляет потом первое физическое действие которое идет от мышления это речь когда выражают то как я думаю слова и от того как я расставлю слова в предложении зависит вообще смысл потому что это очень от того как я расставлю слова в предложении зависит мое эмоциональное состояние от того как человек расставляет слова у себя в голове вот он думает эх думает как меня все достало оп у него сразу жив соответствующая реакция или он думает как мне все надоело соответствующая реакция именно энергетическая эмоциональная или он думает я хочу и он ставит себе цель в позитиве это совсем другой разговор совсем другое мышление то есть или я думаю что мне не нравится то есть ситуация одна и та же просто один человек он эту ситуацию рассматривает с позиции что ему в ней не нравится другой человек рассматривает ситуацию с позиции что он хочет получить теперь это вот как раз написано дальше он внутри в голове это рассмотрел дальше он сватаем своим ртом он это выражает значит и его способ речи это уже его коммуникация с другими людьми теперь дальше в девятый посуд девятый отрывок он говорит так нам о лех батом и лех бетах тот кто идет том это простота простота такая тот кто идет в простоте he who lives blamelessly lives safely blamelessly почему-то том здесь переводят на английский язык blame это обвинение тот кто живет без обвинений на английский переводят но я знаю точно что том том томим тие то есть будь простым будь таким простым однозначным да так если давайте идем как я знаю идешь тот кто идет бетом и лех бетах тот кто идет в простоте а ну давайте мы посмотрим иви машаль азэ бэмаше имшиль дэрах ахма негэ дэрах асиклут шемиша улег бэ дэрах ахма бэд мимут нидмэ кемиша улег бэ параша драхим вэ рауль а смотрите значит продолжает малым объясняет так что царь соломон продолжает идти что есть два пути есть путь хахмы и божественной мудрости бог установил правила аксиом и все понятно все просто есть дэрах ксилут это когда человека его вожделение заставляют сходить вот с этого пути божественной мудрости которые которые прямые понятные ну такие теперь когда человек с них сходит это это напоминает перекресток дорог вот я пришел на перекресток дорог значит если я у лэх бетам и лэх бетах я чек простой значит что то рад меня хочет пошел кровину спросил раввин говорит смотри вот прямая дорога иди по прямой дороге бог с тобой вот и благословение давай все все по торе не вообще не бойся это называется тот кто идет в простоте идет в бетах в уверенности в безопасности то есть почему он идет в уверенности безопасности ему раввин объяснил что бог от него хочет путь прямой я иду безопасно потому что я знаю что у меня с богом все отлично чем не бояться то да то есть я бутэх башем хэсетесов венгу тот кто полагается на бога значит его будет милосердие окружать все мне все понятно иду себе уверенно по дороге которую бог мне показал это вот в девятом отрывке тот кто идет в простоте идет в уверенности в безопасности у мэйкеш драхав и вода а тот кто искривляет свои пути он узнает дословно переводится что он узнает он узнает например приходит человек к кровину ему раввин говорит послушай смотри все в жизни очень просто тебе нужно учить тору молиться соблюдать шаббат значит не гнаться за какими-то не рисковать не общаться с плохими людьми значит быть благодарным богу сто раз за день говорить богу спасибо радоваться заниматься спортом потому что человек должен быть здоровым в торе написано то есть охранять свою душу кто богатый радующийся своему делу радуйся своему делу то есть рассказал ему раввин через тору объяснил ему как ему все хорошо сейчас и что ему дальше надо делать вообще не надо кината вавы кавод зависть вожделение и почет забирают человека стремление к почету забирают человека из этого мира то есть ему тора через раввина объяснила простую понятную дорогу все это его и все делает соблюдай шаббат служи богу все будет хорошо понятно и тут наступает вторая часть девятого пасука мэйкеш драхав и воды тот кто искривляет свои пути он узнает что он узнает человек выходит от раввина говорит не это все сложно это все сложно вот эта вся тора бог помогает я думаю по-другому я сейчас я попробую по-другому я значит шаббат я буду работать отдыхать я буду воскресенье значит я и он делает все что не по торе он узнает что получится мы не создал этот мир леонод бнеадам это написано в каэлике леонод с аэном что это значит три значения леонод первое это отвечать значит что значит отвечать если я иду по пути бога и я прошу бога я говорю есть такая впервые вот делай его волю как ты делаешь свою волю чтобы он выполнил твою волю как его я богу говорю смотри я делаю все что ты от меня хочешь я учусь я молюсь я не говорю лошанара я емкошерно я соблюдаю шаббат все я тебя прошу пожалуйста сделай мне так так и так это и бог он на молитву такого праведника отвечает второе леонод это то что написано здесь это ответ написано тот путь по которому человек хочет идти его ведут значит дальше написано тот кто идет очиститься ему помогают то то идет запачкаться ему не мешают и человек получает следствие своих решений своих действий ты не идешь по торе ты не хочешь делать волю бога как свою велкам бог говорит ты творец он вначале еще сказал на ассе это адам сделаем вместе человека хорошо хочешь пробовать пробуй тестируй у тебя флаг тебе в руки хочешь там ты мужчина тебе нравится мужчина женись ну образно а что бог ему сделать он что на него сейчас пошлет молнию нет но ты посмотришь что будет дальше посмотришь а дальше он приходит сдает анализ у него спит он говорит как я же не знал ему говорят а вот почитай значит девятый отрывок десятой главы мишли написано тот кто искривляет свои пути и вода он узнает вот ты узнал ты не знал вот ты узнал вот и результат все отлично чё те какие вопросы и третье объяснение слова что бог создал человека леонод ло иную это страдание бог любит людей и он говорит послушайте я вам даю полную свободу выбора но вы знаете что если вы идете по неправильному пути вот вам вторе обещание будет смерть будет страдания будет все а будет идти по правильному пути будет добро будет свет будет вечная жизнь все и бог говорит прямо в торе выбери жизнь все выбери жизнь хочешь по-другому все ты царь ты не царь ты человек но ты у тебя свобода выбора понятно да 9 отрывок тот кто идет в простоте будет идти в безопасности и в уверенности тот кто идет искривляющий свои пути он узнает все и дальше например если мы вспомним перте вот как написано что архек мишахенра тора нам говорит отдались от плохого соседа вальтит хаберли раша и не соединяйся со злодеем вальтит я ешь меня поранут и тогда тебе не придется отчаиваться от расплаты то есть бог предупреждает он говорит если ты будешь идти по неправильным дорогам то тогда что тогда будет тебе поранут будет расплата но у тебя есть возможность бог в чем его милосердие бог честный абсолютно честный эмет тора это истина то есть он не может если он установил закон и он сказал за нарушение этого закона будет страдание он не может отменить страдания но он установил систему два дал подарка первый подарок который он дал это милосердие его божественное которое заключается в том что расплата она не идет сразу то есть он говорит я в этот мир он не выставил бы если бы сразу шло бы наказание то есть грех сделал исчез грех сделал исчез невозможно так он говорит мое милосердие в том что грех ты сделал и ждет бог ждет 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 и вторая часть подарок это что если я глядя на то как бог управляет миром и видя насколько люди сгорают как бабочки от своих грехов и я видя вот то что происходит с другими или бог посылает каждому человеку посылает вот такие вот чуть-чуть намёточки такие желтый сигнал светофора второй подарок в чем милосердие всевышнего называется тшува раскаяния а я когда-то согрешил да я согрешил но это где началось все корень в моей душе корень в моем мышлении я это осознал понял я богу говорю все согрешил я вообще понял осознал мучая страдаю больше не буду все а бог же читает сердца он говорит хух этот он исправился все он уже сам страдает он не будет и он стер этот грех все все честно то есть в систему заложена митсвай это огромная заповедь раскаяния это огромная заповедь которая имеет силу стирать даже прошлые грехи понятно да дальше дальше 10 отрывок 10 отрывок он заключается в следующем корэц айн и тэн ацевет значит корэц айн корэц айн это вот так вот делает корэц айн и тэн ацевет значит это причина причина для грусти в ивельс васаем и лабет и тот кто опять же вот этот скептик который во рту он скептик и лабет опять он камсту гриф вот интересно что это гриф слова вот гриф вчера мы не посмотрели камсту гриф как они переводят и лабет но вообще лабет это это 10 отрывок 10 отрывок до 10 глава 10 отрывок мне вот это слово и лабет оно непонятно спотыкается лабет это спотыкается хорошо что это значит тот кто подмигивает он будет придет грусти а тот кто скептик и велита да он споткнется вот без объяснения но никак не поймешь вот можете читать мишли на любом языке и он прочитав этот отрывок хоть на иврите хоть на русском хоть на английском он не поймет что здесь имеется ввиду но велитие мудрецы малбин который знал полностью он написал комментарий на всю тору вообще на всю тору то есть он знал всю тору вот так вот в руках держал он все это сопоставляет все эти слова выражения все там и он говорит смотрите говорит речь о чем нашла соединим давайте с предыдущим отрывком тот кто идет по правильному пути в простоте и в чистоте да он будет уверенный у него будет уверенность теперь тот кто искривляет свои пути сам выдумывает как ему ходить не по торе он думает каждый раз выдумывает он узнает чему то есть он потом узнает последствия своих решений и он не может быть уверен что все будет хорошо и не может быть уверен что бог ему будет помогать может да может нет узнаем теперь есть еще третья категория который корец аэн и тэнацвуд это относится к первому который идет по пути торы но корец аэн он все время смотрит по сторонам подмигивает ему кажется что тот который сам себе выдумывает что делать ему лучше и это его вводит в грусть то есть он идет по правильному пути но из-за того что он смотрит вот сидят ребята учат тору например да и тут смотришь а там значит вообще вроде бы так так весело им на этих дискотеках по ночам а вот этот например развелся уже два раза живет там то с одной то с другой никто ему мозги не пилит и улыбается ходит счастливо вообще такой радостный что капец а этот субботу на море ездит а этот а я иду там а я иду наивно и просто по пути торы и у меня просто вот просто я живу себе учу тору вроде у меня все хорошо но посмотришь на них а у них вроде все ярче веселее это корец аэн приводит грусти тот кто идет по правильному пути но при этом смотрит на неправильный путь и завидует то этим он приводит себя грусти теперь а кто такой ивэль сватаем и лабет тот кто стептик своими устами он себя спотыкает это относится к тому который искривляет пути свои и который в сердце иногда он думает что надо идти по торе то есть он думает надо идти по торе но опять же из-за того что он своими устами привык говорить и думать не по торе стептик то он сам же себя спотыкает этим постоянно понятно ух вообще так он заворачивает одиннадцатый одиннадцатый отрывок одиннадцатый отрывок макор хаим пиццадик значит основа жизни род цадика у пиры шаим и хосе хамас а род злодеев прикрывает беззакония вот на этом и сегодня на этом одиннадцатом отрывке мы остановимся значит смотрите есть что такое жизнь вообще жизненность да бог это жизнь то есть это жизнь это вечная жизнь это основа жизни это тот кто дает нам силу жить желание жить желание двигаться то есть бог это как бы основа жизни это бог теперь а что такое смерть смерть это отсутствие бога отсутствие света отсутствие жизни гниение ну то есть смерть это обратная сторона да то есть то что то чего все стараются избежать теперь есть в несколько в даже в нишле есть например что тора макор хаим тора это основа жизни потому что бог тора это одно одно и то же это одно целое теперь есть хахам это тот который человек который он принял мышление своим и узнал всю тору это хахам тот кто мудрец который принимает принимает тору и для него тора становится основой жизни есть цадик который который он цадик это тот который выбрал правильный путь и он настолько от сердца всего хочет приблизиться к богу он не знает правильных путей он не учил тору он не знает как правильно двигаться у него просто в сердце есть огромное желание приблизиться к богу действовать только как бог скажет и такой человек для него основа жизни это его род он молится он просит бога он говорит господи я тебя люблю я хочу чтобы ты меня вел по правильному пути чтобы ты меня спасал чтобы ты меня спас от греха то есть основа жизни для него не тора он не знает у него нету вот этого вот набора знаний есть смешная впервые вот написано так эйн бур и рехет то есть чек бур это грубиян такой как бурьян да и он не боится греха это самая такая страшная стадия чек так он он не боится бога не боится греха он в своей тупости до бурьян он просто растет как бурьян и всему мешает это самая плохая эйн бур и рехет то есть вот этот бурьян он не боится греха вело амарец хасид и нету человека который не знает заповеди он не может быть хасидом он не может делать больше чем заповеди он вообще не знает что такое заповеди вело а баяшан ламет и тот кто стесняется спросить он не может учиться вот эти три стадии они очень важны значит есть садик садика может стать любой в любой момент жизни он прям бах все я бога люблю бог для меня самое важное вообще все не важно в эту секунду он садик он просит бога научи меня подскажи мне и бог ему тут же посылает какие-то знайте сигналы бог только и ждет чтобы люди вернулись богу и он ему шлет сигналы но если он не боится греха у него не появился вот этот страх согрешить то во всех сомнительных ситуациях он будет ошибаться у него нет страха значит ему будет все время удовольствие перевешивать на другую сторону вело амарец хасид если он не начал учиться изучать правила по которым бог устроил мир он не может идти к богу потому что ему все время будет казаться в его системе координат что он делает правильные абсолютно действия они неправильны он ну просто он выбирает из двух неправильных путей теперь если он хочет учиться так он не должен стыдиться и он должен тогда задать вопросы начать спрашивать если он стыдливый такой да я бога люблю но чтоб спросить мне мне неудобно тогда он не выучит как правильно и он тогда перестанет быть садиком скорее всего в общем нам здесь в одиннадцатом отрывке сказал царь салмон так что основа жизни род садика то есть только через разговор с богом это молитва разговор с другими людьми это тоже разговор может быть основой жизни если человек садик он искренне любит бога и предан богу тогда у него это будет основа его жизни у пиры шаим и хосе хамас а род злодеев он только прикрывает беззаконие то есть у человека его корень внутренний это беззаконие то есть грабеж ненависть зло там и так далее то все его разговоры даже самые красивые разговоры они просто прикрывают его беззаконие и он будет он может красиво говорить он может рассказывать про толерантность там про всякую хрень то есть все все злодеи они умеют очень красиво говорить и опять же я вернусь к этому примеру что есть бог сказал что воровать нельзя все это для всех религий везде это написано воровать нельзя нельзя брать чужое написано написано и христиане это признают и мусульмане это признают и индуисты это признают все это признают теперь мы берем есть люди которые живут по понятиям они говорят мы люди которые живут по понятиям честные понятия то есть ты кто я честный вор как это честный вор а так я честный вор и я такой были вот эти вот воры которые начальные были они не имели имущество они имели работу не сотрудничали с властями и они были кристально честные воры в законе. И у них есть в воровских понятиях приближать к воровскому миру людей. Сейчас, если вы посмотрите, идет целый ряд публикаций, есть лента.ру, портал такой, да, новостной, самый крупный российский портал. И там идет целый у них прямо идет раздел воровские понятия, история воровской России. И там эти воры такие, прям читаешь, ну прям Робин Гуды все вообще читаешь, прямо вообще думаешь, вот я думаю, что это где-то проплачено обязательно. То есть у них есть целый такой мир, в котором они, написано здесь, это 11 отрывок 10 главы, Упи Решаим род злодеев и Хосе Хамас, он прикрывает их беззаконие. То есть мы смотрим именно по намерению, да, какое твое намерение. Если идил, там они вроде объявляют, что они за Бога, да, вот эти вот идил, да, вот ну, это организация, но при этом они убивают женщин, убивают детей, там этих курдов, несчастных, изидов, они всех их там вообще, то есть по факту-то они убийцы и грабители, которые красивыми лозунгами про любовь к Богу прикрывают свое желание безнаказанно грабить, убивать, насиловать и так далее. То есть, ну, их род злодея, он прикрывает их беззаконие, а у цадика его род, это основа жизни. Все, давайте, чтобы мы были цадики, чтобы мы отодвинулись от зла и делали добро и чтобы, чтобы, что я понял сегодня, значит, что не надо, надо идти в простоте по путям Бога и не смотреть на другие варианты, потому что когда ты смотришь на другие варианты, это как Курец Эйнайм, и это приводит к грусти, ты начинаешь сомневаться. Самая большая грусть это сомнение, ты сомневаешься, правильно, неправильно, и значит, сомнение, тот, кто сомневается, это вот я еще раз скажу, десятый, это мой вывод, десятый отрывок, тот, кто сомневается, он споткнется, а пользы от этого никакой нет. То есть, понятно, что из всех путей самый лучший путь это Тора, служение Богу, это путь жизни, красота, законы Торы чисты, прозрачны, порядочны, просты, все, только идем по пути Торы, и с Божьей помощью все будет хорошо. Очень жду ваши выводы, я из ваших выводов очень много учусь, то даже, что я не заметил, потому что вы вытаскиваете часто вот суть, ту суть, которая прозвучала, но я почему-то на нее не обратил внимания. Поэтому пишем по три вывода все, делимся, привлекаем людей на портал Ваикра, то есть я сегодня стоял молился утром, и я думал, что это прекрасная платформа, это реально огромная сейчас платформа, на которой могут раввины и те люди, которые хотят распространять Тору, то есть мы через эту платформу можем создать прям реально мощнейшее влияние позитивное на мир, выделяя тех людей, чьи уроки, чьи обращения они реально помогают и их развивают. То есть это такая платформа, смотрите, голосуйте, ставьте те материалы, которые вам нравятся, делитесь ими, это так сделан портал Ваикра, чтобы специально вы нашли какой-то материал для себя, поделитесь со всеми друзьями и знакомыми. Все, удачи, успехов, хорошего дня, и делайте свои выводы, каждый человек тоже должен менять мир вокруг себя, если вы что-то поняли важное, то измените мир вокруг себя, расскажите людям вокруг себя, что вы поняли от царя Соломона. Все, удачи, успехов, хорошего дня.